Всем привет! На канале есть плейлист с различными мужскими инструментами, такими как разные ножи, топоры, фонари и многое другое. Сегодня я познакомлю вас еще с двумя интересными девайсами, которые некоторых возможно удивят, но понравятся точно всем мужчинам. Это небольшое, но очень крутое мачете, которое может заменить вам нож, и тактическая ручка с интересными способностями. Рассмотрим пока что это мачете от Gerber. У меня на обзоре было уже мачете, только побольше и от другой фирмы от Ганза. Вещь своеобразная, но очень, как по мне, полезная и крутая. Иногда для несложной рубки заменят вам топор, а иногда и нож. Мачете называют ножи с длинным расширенным кастрюлезвием. Своё применение они находят в качестве оружия. Также мачете используют как сельскохозяйственное оружие. Другое его назначение – помощь для расчистки дороги в густых тропических зарослях. А еще его можно применять в туризме, в походах и экспедициях. Нож легко справляется с задачами по самообороне. Длина ножа составляет 35,5 см. Размер клинка достигает 22,8 см. Весит изделие 408 грамм. К нему прилагаются нейлоновые ножны для удобства ношения, как на рюкзаке, бедре, либо ноге. В состав изделия выходит нержавеющая сталь, что довольно-таки практично, ведь клинок надолго сохранит свой внешний вид, прочность и устойчивость к износу. Фотохимическое отравление предотвращает застревание лезвия. Клинок без проблем справляется с грубой работой наподобие рубки кустов и веток. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА на полу и ну и и и когда речь идет о походе далеко за пределы цивилизации то такой нож и иметь при себе очень даже кстати широкий тяжелый наконечник отлично подойдет для измельчения ручка ножа изготовлена с применением высококачественного резины и усилена легким рисунком для дополнительного сцепления очень стильная красивая модель лично мне очень понравилось то что мачете компактные и с ним вам не нужен нож на природе если вы например охотник рыбак либо турист а еще и можно колоть небольшие дрова так как на обухе мачете есть насечки по которым можно бить а это ручка но не простая как говорится тактическая отличительными чертами модели являются надежность и многофункциональность ручка от гербер внешне похоже на обычную кнопочную шариковую ручку однако весь ее корпус изготовлен из нержавеющей стали в отличие от большинства подобных тактических ручек других производителей у которых они сделаны из сплава алюминия внутри находится ампула для письма в любую погоду сделанная по технологии right in the rain которая была специально разработана наса для использования космонавтами после использования чернил ампулу можно легко заменить на подобную в ручке применен надежный кнопочный механизм с резиновым уплотнительным кольцом для предотвращения попадания воды внутрь весь ее корпус покрыт антибликовой краской керакод стильного черного цвета на ручке также установлена прижимная клипса позволяющая закрепить ее на экипировке в вертикальном положении длина ручки составляет чуть больше 14 сантиметров кроме использования в качестве пишущей ручки ее можно использовать как стеклобой воспользовавшись специальным острыми твердым наконечником расположенным возле места выхода пишущей головки стержня а еще если вы шарите в единоборствах ею можно защищаться или атаковать только представьте какие ранения можно нанести этим стеклобоем но это так для размышлений никто же не будет ее именно так использовать так ведь ну а теперь посмотрим на что способна наша тактическая ручка и вас вообще будет способна бить вот этим острием и будем бить по этой бутылки я бью не сильно потому что потому что потому что пробую легко сначала ну вот как можем видеть что начерпливает такие очень даже неплохо ну а теперь бьем сильно то есть без каких-либо проблем тык вынули и можем писать дальше где угодно кстати на деревья напишет сейчас так что так тактическая ручка работает сравним к тактическую ручку от гербер с обычной ручкой но как мы будем сравнивать так пишут они как видите нормально но мы сейчас будем писать в воде и посмотрим насколько долго будет писать обычная ручка в воде и гербер вот видим да что обычная ручка не особо то и пишет что там она пишет но явно вы писать ею не сможете в воде вот с воды вынули она расписалась и нормально выливаем воду и теперь давайте пробуем от гербер окей пишет пишет нормально давайте попробуем что-то написать ну как видите ручка пишет плохо как видим но пишет лучше я пишу аккуратно нет не давлю кому ну в общем смотрим пишет на идеально как бы и она не видит что она воде в общем как-то так и вот сразу же раз и пишет она снаружи вот вами тактическая ручка что вас больше всего заинтересовало из этого ролика мне лично понравилось и мачете и ручка а может у вас есть подобные инструменты и вы можете написать про свой опыт их использования оставьте свой комментарий о нем мне очень интересно ваше мнение спасибо вам за просмотр смотрите и другие мои видео они как по мне интересны и познавательны а я пошел работать дальше увидимся хорошего вам дня